Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы обратимся сейчас к 26 главе книги пророка Иеремии. Здесь приводится проповедь Иеремии, и вспоминаются некоторые события в жизни Иерусалима, которые произошли во время царствования Иоакима, сына Иосии. Ну, ориентировочно может быть, скажем, в промежутке между 605-609 годами до Рождества Христова. Ну, в конечном итоге для современного читателя, если только его не, собственно, историческая канва интересует, во всех остальных случаях датировки эти не имеют такого уж прямо принципиального значения. Важно, что говорит Бог. И вот Бог обращается к Иеремии и говорит ему «Встань во дворе Дома Господня, скажи всем городам Иудеи, всем приходящим на поклонение в Дом Господень». Стало быть, он где-то у входа в храм с раннего утра, как в прошлой главе. Встает и говорит то слово, которое повелел ему Бог. Не убавь ни слова. Может быть, они послушают и обратятся каждый от злого пути своего. То есть, собственно, целеполагание самого Господа, то ради чего он посылает пророка? Это как раз, чтобы они послушались и обратились от злого пути своего. Пророчество дается не только, и даже не столько, чтобы напугать, передать угрозу и объявить какой-нибудь суровый приговор. Пророчество дается для того, чтобы у людей была возможность очухаться и перестать делать злое. Обратиться каждый от злого пути своего. И тогда ведь, говорит Господь, я отменю то бедствие, которое думаю сделать им за злые деяния их. То есть, с одной стороны, уже кара Господня Иерусалиму, мятежному, погрязшему, выдала поклонствие. И нечестие в злобе и корысти эта кара уже назначена, но Бог предпочел бы ее отменить, если только люди послушают его. Если вы не послушаетесь меня, что не будете поступать по закону, который я дал вам, и внимать словам рабов моих пророков, тогда вот с этим городом будет то же самое, что было с Силомом. И Иеремия же действительно в храме это произносит. Он сидит на входе, где-то, может быть, наверху лестницы, и вокруг его слушают священники, храмовые пророки, все, кто там по долгой службе находятся. И когда он все это сказал, священника его схватили, и все его схватили, и сказали, ты должен умереть. Потому что вот, а зачем это ты именем Господа говоришь, что этот город опустеют и останется без жителей? То есть аргумент, что это Бог ему велел так сказать, никого не интересует вообще. Они, видимо, предпочитают, чтобы если пророчество от Бога было таким суровым, пусть бы лучше пророк промолчал. Зачем это ты тут такое говоришь? У нас тут, вот, понимаешь, народ богоносец, архитектурные шедевры, святыни Господня, прочее, прочее. А ты тут такое говоришь, что это все будет разрушено. Ты должен умереть. Так считают современники Иеремии. В каком-то смысле даже сам Иеремия не очень удивляется этому. И не очень протестует против этой логики, скорее говорит о том, что, ну, если вы так думаете, ну, давайте. Но в тот момент, о котором идет речь, вот при дворе царя у Иеремии есть некоторое количество сторонников. Тех, кто согласен с ним, тех, кто думает примерно в том русле, которую задает Бог своими откровениями Иеремии, которых, по-видимому, было немало, и немало из этих откровений доходило до ушей воевод и царедворцев, и знати Иерусалима. Поэтому эти князья иудейские пришли, сели в воротах, и когда священники всем объясняли, что смертный приговор этому человеку, потому что он пророчествует против города сего. Обратите внимание, все очень типично. Если он говорит что-то такое о вине города сего, некоторое обличение, пророчествует против города сего, говоря там о том, что ваши поступки несправедливы, неправедны и так далее, и тому подобное, его надо убить, покарать какими-нибудь способами, и уж во всяком случае заткнуть ему рот. Очень современный подход. Конечно, потому что сейчас тоже тех, кто с чем-нибудь не согласен, не обсуждая содержание, просто затыкают рот и все. Это, по-видимому, такая общечеловеческая идея. Вот Иеремий тоже затыкают рот и хотят его убить, потому что он пророчествует против города сего. Сам же Иеремий говорит, ну хорошо, да, вот я в ваших руках. Делайте со мною, что в глазах ваших покажется хорошим. Только знайте, что если вы меня умертвите, то вы наведете на себя и на этот город невинную кровь, потому что Господь послал меня сказать вам все это. Вот такова позиция Иеремии в этой ситуации. И князья, и весь народ, выслушав этих самых священников-пророков, которые там возмущались с нездешней силой, вот говорят им эти самые князья, нет, этот человек не подлежит смертному приговору, потому что он говорил именем Господа Бога нашего. И так бывает, говорят они, вот когда-то Михей пророчествовал в одни языки царя Иудейского почти за две сотни лет до этих событий, даже больше, и сказал всему народу вот такие же ужасные вещи, но его за это не убили при царе Иезекии, а царь Иезекия в этот момент воспринимается как некоторый образец праведности. Вот, наоборот, говорят эти самые князья, вот в те времена народ стал думать и постарался убояться Бога, изменить свою жизнь, молиться, и Бог отменил это самое бедствие. Вот поэтому, говорят князья, мы не хотим смертного приговора Иеремии, не хотим. Может быть, просто здесь порядок в главах этого раздела несколько произвольный. Может быть, вот такая позиция князей знати благородных царства Иудейского и привела к тому, что именно они, угнанные в Вавилон, не захотевшие убивать Иеремию, не захотевшие усомниться в словах Господних, не хотевшие стать судьями, к слову Божьему. И вот они и названы хорошими смоквами в 24 главе. Теперь, также здесь в конце 26 главы рассказывается, и, скорее всего, этот рассказ принадлежит первого руха, ученика пророка Иеремии, о том, что еще один пророк, Урия, сын Шимаи, из Кириаф и Арима, пророчествовал такими же словами, как и Иеремия. Но по каким-то причинам некому было заступиться, и царь Аким, услышав слова этого пророка, пытался его убить. Тогда пророк убоялся, сбежал в Египет. Но царь в Египет послал людей для того, чтобы покончить с пророком Урией. Ну, то есть, 26 веков прошло, и вот эта вот манера послать убийц в другую страну за тем, кто с тобою не согласен, вот она прям налицо. Никакой разницы. С Урией было вот так. Он погиб, потому что его вывезли из Египта, умертвили мечом. Но некто из влиятельных людей при дворе Иакима, Ахикам, сын Сафанов, был за Иеремию, и поэтому в этой заварухе Иеремия не погиб. Танцzo. Вот так. Урией. Сын Сафанов. Продолжение следует...